МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал АЛЛАО Новости. В студии Елена Щегельская. И коротко о главном. Количество вызовов Кустанайской областной скорой неотложной помощи за последнее время увеличилось на примерно 40%. С чем это связано, подробнее расскажет Татьяна Калюжная. Ущерб государству в 80 миллионов тенге. В Кустанайском суде начали рассматривать дело в отношении директора КТЭК, которого обвиняют в организации хищения бюджетных средств. Незначительное похолодание ожидается в Кустанайской области в среду и в четверг без осадков. Но к выходным ситуация будет меняться. Ожидается повышение температуры. Подробнее расскажет Олея Дасмагомбетова. Республиканская межведомственная комиссия одобрила ряд мер по смягчению карантина для субъектов бизнеса. Об этом сегодня на заседании правительства сообщила министра здравоохранения Ажар Генияд. Она рассказала, что при использовании только зеленого статуса в АШИК посетителями и сотрудниками, независимо от зоны эпидриска, без ограничений могут производиться торжественные, памятные, спортивные мероприятия, выставки, форумы, не ограничивается деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов ТРЦ и торговых сетей. Также, по ее словам, если у человека синий статус в системе АШИК, то независимо от зоны эпидриска, он допускается без ограничений в отели, гостинице, аэропорты, ЖД и автовокзалы, цоны, отделения Каспочты, банки, крытые рынки, образовательные центры, спа-центры и салоны красоты. Напомним, что 21 января Касымжамар Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса поручил правительству пересмотреть жесткие карантинные меры в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. Увеличение вызовов в последнее время фиксируют в Кустанайской областной станции скорой медицинской помощи. Врачи отмечают, что рост наблюдается на 40%. Если еще полмесяца назад кареты скорой помощи выезжали 800 раз в сутки, то сейчас не меньше 1300. Татьяна Калюжная продолжит тему. В здании скорой неотложной медицинской помощи Кустаная необычно пусто. Все бригады на выездах. В таком темпе работы медики трудятся последние недели. Ведь количество вызовов увеличилось на 40%. За сутки бригады совершают от 1300 до 1500 выездов. Хотя обычных их не более 800. Более половины обращений связаны с симптомами УРВИ. Просим войти в положение наших пациентов. В связи с чем ожидание скорой помощи в этот период увеличено. Связано, опять же, как я и говорю, с увеличением количества вызовов. И с нашим сотрудником, который находится на данный момент на боличном листе. Но это все придет в норму. Я думаю, что в скором времени мы вернемся в обычный режим работы. Время ожидания скорой помощи в Кустанайской области увеличилось и доходит до 20-30 минут в час пик. Это обычное вечернее время после 6. Причем рост наблюдается по всей области. Больше всего в Кустанай, Оликольском и Кустанайском районах, в Рудном и Аркалыке. Как бы то ни было, мы наблюдаем положительную тенденцию к тому, что пациенты, к которым мы приезжаем, находятся не в тяжелом состоянии. Вот, к примеру, если взять год назад, практически 30% пациентов с температурами мы доставляли в инфекционные стационары. На данный момент этот процент не превышает 1-2. То есть вакцинация все-таки действует, имеет свое дело. Медики просят Кустанайцев отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Жители области просят вызывать 103 только в том случае, если есть угроза для здоровья. Температура в пределах 37-37,5 градусов и катаральные явления без задышки не являются поводом для обращения в скорую, отмечают медработники. Дярах Мечин и Татьяна Калюжная, РТН. Тем временем уровень заболеваемости коронавирусом в Казахстане вырос в полтора раза всего за неделю. Резкий рост заболеваемости отразился и на занятости инфекционных стационаров в республике. За последний месяц занятость инфекционных коек увеличилась в два раза с 18 до 38%. С начала года в республике коронавирусной инфекцией заболели более 178 тысяч человек. По мнению экспертов, это обусловлено высокой заразностью и скоростью распространения омикронштамма. Почти вся страна, за исключением Туркестанской области, сейчас находится в красной зоне. В Кустанайской области за минувший год в три раза выросло количество оказанных услуг компьютерной томографии в рамках ОСМС. Такие итоги подвели в Кустанайском филиале Фонда социального медстрахования. Жители региона прошли примерно 30 тысяч сеансов компьютерной томографии и исследований МРТ. Подробнее в следующем сюжете. В Кустанайской области за счет ОСМС в прошлом году значительно выросло количество оказанных консультативно-диагностических услуг. То есть кустанайцы больше обычного сдали различных анализов, посетили узких специалистов и провели диагностические исследования. К примеру, в 2020 году таких медуслуг было проведено более 2 миллионов, а уже за 2021 год их количество превысило 3 миллиона. В этом году все равно вы знаете, что и плановая госпитализация была больше, и непосредственно диагностические услуги проводились. Ну и вы знаете, что в консультативно-диагностические услуги у нас входит и получение стоматологической помощи. То есть дети и беременные по плановой тоже в рамках консультативно-диагностических услуг идет. И, соответственно, 8 категорий, которые входят приэкстренные – пенсионеры, инвалиды, дети, те же самые. В фонде медстрахования подчеркивают, что в прошлом году существенно увеличилось и количество проведенных именно диагностических исследований. Так, более чем в 3 раза выросло количество оказанных услуг КТ. Пациенты за минувший год получили более 14 тысяч сеансов компьютерной томографии, тогда как в 2020 году их было 4 тысячи. Подобные цифры и по исследованиям МРТ. В основном это грудная, конечно, это в связи с КВИ увеличение, потому что проведение компьютерной томографии необходимо обязательно для того, чтобы увидеть поражение легких. Это в основном суставы много, очень много проведения тазобедренных суставов. В этом году, отмечают специалисты, цифры тоже будут высокими. На финансирование консультативно-диагностических услуг предусмотрено более 8 миллиардов тенге. В прошлом году это было 6 миллиардов. Дярах Мичин и Татьяна Калюжная, РТН. К другим темам. Дело директора КТЭК, его заместителя и двух предпринимателей начали рассматривать в Кустанайском суде номер 2. Оскара Бигпагамбетова обвиняют в организации хищения бюджетных средств, остальных в пособничестве этому. Предполагается, что в результате государству был нанесен ущерб почти в 80 миллионов тенге. На предварительном слушании адвокатами обвиняемых был подан ряд ходатайств. Подробнее расскажет Виталий Луговской. Уголовное дело в суд номер 2 Кустанай поступило после продолжительного досудебного расследования. Обвиняемых четверо. Это Аскар Бигпагамбетов, который три года занимал должность директора ГКП Кустанайской теплоэнергетической компании. Его заместитель главный инженер Вячеслав Плотников и два предпринимателя. Заместитель директора ТО «Алатаустрой-2009» Тулеген Турлугуров и директор ТО «Теплоэнергогурмонтажстрой» Рустем Зинатулин. Согласно материалам дела, Аскар Бигпагамбетов является организатором хищения бюджетных средств в группе ЛИС по предварительному сговору, а остальные его пособники. По мнению следствия, в результате незаконных действий подсудимых с марта и почти под декабрь 2020 года государству был нанесен ущерб в 79,5 миллионов тенге. Также Бигпагамбетов намерен определить обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности. На предварительном слушании адвокаты обвиняемых заявили ряд ходатайств о признании недопустимыми доказательствами части проведенных следственных действий. Однако в прокуратуре областных постановлений в отказе от предпринимательской деятельности вообще-то факт не нашло своего оторвания, ограничившись общими словами, что отсутствует нарушение УПК как в часть сведения данного уголовного дела. Данные недостатки не могут быть установлены в ходе главного следственного расследования, должны быть засмотрены в ходе главного следственного расследования. В связи с тем, что прошу, назначить воздействие и верить его на законодательство. Адвокаты указывают на нарушение УПК, по их мнению, допущенное в ходе предварительного расследования. Его проводили сотрудники антикоррупционной службы региона, которые еще в 2020 году заявили, что Бекпагамбетов поздревается в покровительстве коммерческой организации с предоставлением ей льгот и преимуществ при оказании услуг и выполнении работ в адрес ГКП. Тогда же на созданном по его желанию брифинге сам фигурант возбужденного уголовного дела предположил, что антикоррупционной службе не понравилось его взаимоотношение с ТОО «Теплоэнергомонтажстрой». Он пояснил, что учредителем этого предприятия является трудовой коллектив ГКП «КТЭК». Его профсоюз и создано оно было, чтобы заработать на упраздненную на фоне отрицательных показателей материальную помощь сотрудникам. «КТЭК» у нас 100% членов коллектива – это члены профсоюза, то есть у нас здесь все члены профсоюза. В начале 2018 года профсоюзный комитет создал это ТОО, для того, чтобы оно хоть как-то зарабатывало, помогало. Они когда обращались ко мне в спорте, могут ли они участвовать на конкурсе, я сказал, все это на общих основаниях». Сейчас же обвинением директор этого ТОО Зина Турин, как сказано выше, заявлен пособником Бекпаганбетова. Прокуроры с ходатайством незащитников подсудимых не согласились. Со своей стороны предоставил суду выписки из единого реестра досудебных расследований. Для принятия решений по поставленным вопросам суд удалился в совещательную комнату. Продолжаем выпуск. До конца недели в Кустанае будет сохраняться умеренный мороз без осадков. Как рассказали синоптики, сейчас на погоду в городе оказывает влияние азиатский антициклон. Но к выходным на смену ему придет южный циклон, а с ним и повышение температуры. Подробнее о погоде расскажет Алия Дасмагамбетова. Суровых крещенских морозов в этом году в нашей области не было. Но в целом январь был разнообразным. Синоптики отмечают, что выпало немало осадков выше климатической нормы. А самая низкая температура воздуха была минус 27 градусов мороза. До конца недели в области будет сохраняться тихая и умеренно холодная погода. Но к выходным синоптическая ситуация изменится. Южный циклон вытеснит азиатский антициклон. Вот этот антициклон азиатский не сдает свои позиции, тормозит, блокирует активное смещение этих циклонов. Поэтому погода сильно не будет ухудшаться, она будет неустойчива. Местами снег пройдет, небольшое усиление ветра, возможно низовые метели и повышение температуры. Ночью до 15-20, днем 7-12 морозов. Каких-то аномалий пока на конец месяца мы не ждем. А вот что касается погоды на февраль, то в течение всего месяца ожидается колебание температуры воздухом. Осадков, по прогнозам синоптиков, должно быть немного. Около нормы. Наиболее холодные дни прогнозируются это у нас в первой декаде и в начале третьей декады. Там температуры ночные 25-30 ожидаются, днем 15-20. Наиболее теплые декады – это вторая декада, днем 2-7 мороза ожидается. А вот снег, метели и ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается часто в первой декаде февраля. В конце второй и в начале третьей. В целом февральская температура воздуха будет в пределах среднестатистической нормы. Алексей Кудрявцев, Диара Хмечина, Лея Дасмагомбетова, РТН. Сегодня в Казахстане стартовала первая в этом году платная ЕНТ. Оно продлится до 22 февраля. Для участия в зимнем ЕНТ подано около 104 тысяч заявлений. В этом году для тестируемых несколько новшеств. Первая. Помимо основной камеры установлена дополнительная фронтальная веб-камера для записи звука и фиксации движений. А абитуриенты с нарушением зрения, слуха, функции опорно-двигательного аппарата получат помимо основных 240 минут еще 40 минут дополнительно для выполнения заданий тестирования. Напомним, что платные ЕНТ проводятся для тех выпускников школ, кто претендует на обучение в ВУЗе на платной основе. Кстати, цена тестирования увеличилась вдвое и сейчас составляет 5640 тенге. В Кустанае в первый день тестирования приняли в нем участие 68 человек. Качественные шубы по доступным ценам предлагает российский производитель «Союз Меха». Стильные, роскошные и практичные фасоны шуб представлены в огромном ассортименте. Модели из канадской, скандинавской и финской норки, а также отборного австралийского мутона не оставят равнодушными кустанайцев. Мои коллеги расскажут подробнее. При выборе шубы всегда поднимаются неизбежные вопросы. Какую шубу купить, какого фасона и, самое главное, из какого меха. Модель из норки практичная, легкая и удобна в носке. А вот шубки из мутона или каракуля потяжелее, но также имеют и свои преимущества. Во-первых, цены на них не такие высокие, как на шубки из норки. А во-вторых, их теплостойкость. На выставке продажи от российского производителя «Союзмеха» более 5000 меховых изделий. Именно тут можно исполнить мечту о новой шубе. Фасоны и модели найдутся на любую фигуру. Короткие, длинные, прямые и расклешенные. Трапеция и автоледи. Обратите внимание на эту модель из мутона. Она идет в цвете жемчуг. У нее стоечка-воротник из норочки. Шапочка тоже из норочки. Это любимая модель наших женщин. Она очень красиво сидит, подчеркивает женственность. Мы подобрали шапочку. Эта шубка есть также в других расцветочках. Она есть в черном цвете, с норочкой, также на воротничке. Шапочку тоже подобрать можно любую. Эта модель также бывает с капюшоном. Цены на выставки-продажи приятно удивят. Скидки и рассрочка на два года. Без процентов. Сделать свой выбор вам помогут опытные продавцы-консультанты, которые подберут для вас подходящую модель. Самые модные новинки этого сезона. И модели не под властные времени. Незаменимая классика. Кстати, в последние десятилетия на первом месте по популярности как раз таки классические модели. Такие фасоны универсальны. Они позволяют носить шубы везде. И при этом выглядят всегда нарядно и элегантно. Для того, чтобы выбрать качественное меховое изделие, необходимо обратить внимание на несколько особенностей. Меховое изделие должно быть мягким и шелковистым. А самое главное – с густым подшерстком. Надев такую шубу зимой, вы не замерзете даже в ветреную и морозную погоду. Шубы от российского производителя славятся своим качеством. Убедиться в этом вы можете сами, посетив выставку-продажу. Алтенцари на 7, дрёпь 1. Торговый дом «Строймак», второй этаж. Без перерывов и выходных. С 10 часов утра и до 7 вечера. Валерий Тощев, Алияда Смагомбетова, РТН. Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok